12-я городская спартакиада прошла сегодня в городе Сарань. Участники соревновались в Тугас-Кумалаке, шахматах, настольном теннисе и волейболе. За соревнованиями наблюдала наша съемочная группа. В школе имени Абая в городе Сарань прошла 12-я по счету, но дебютная для города ежегодная спартакиада среди учителей школ и воспитателей детских садов. Участники будут соревноваться в таких активностях, как Тугас-Кумалак, шахматы, настольный теннис и волейбол. Сегодня у нас проходит городская спартакиада. Организаторы – отдел образования и филиал профсоюза города Сарани. Состязания проходят на городском уровне. Это уже 12-е по счету. Участники в основном учителя. Это хорошая возможность для того, чтобы они смогли обменяться опытом в непринужденной атмосфере. В начале мероприятия для участников была подготовлена небольшая концертная программа. Творческие коллективы города порадовали гостей и участников спартакиада культурными номерами. А перед стартом соревнований приглашенные гости сказали слова на путствие. Одними из приглашенных гостей стали руководитель отдела образования города Сарань Арман Бактыбаев и председатель Карагандинской областной организации профсоюза работников науки, просвещения и высшего образования Алмагуль Ракишева. Уважаемые коллеги, я рад вас всех приветствовать на данных соревнованиях. Хочется пожелать всем удачного выступления, победы, ну и самое главное крепкого здоровья. Мы знаем, что в Киевском океане всегда является настоящим образованием. И сегодня очень хочется отметить то, что в нашей сфере работают настоящие педагоги, настоящие работники, которые имеют такую гражданскую позицию. На соревнованиях зарегистрировано 7 команд из разных школ и образовательных заведений города. Со слов заведующего методическим кабинетом городского отдела образования Даурена Бейсенулы, разница в возрасте между участниками команд – это не показатель эффективности команды. В этой спартакиаде в основном принимают участие главные учебные заведения города, которые отмечены в ведомости отдела образования, в их числе 5 школ и 2 детских садика. Возраст участников команд отличается. Однако мы считаем, что количество прожитых лет для учителей не играет большой роли. По словам одной из участниц спартакиады Гульнары Сексеновой, такие мероприятия несут исключительно положительный характер. Ведь мало кто знает, но даже после школы учителя продолжают трудиться над собой. Я сама буду принимать участие. У нас есть собранная команда. Мы все готовились, чтобы выступить на спартакиаде. Польза для нас очень большая. Мы после работы в основном занимаемся спортом, и такие соревнования – это шанс проявить себя и показать, чего мы достигли. В завершении турнира победители ждали почетные грамоты и денежные призы в размере 20, 30 и 50 тысяч тенге. Места распределились следующим образом. Третье место и сертификат на 20 тысяч тенге забрала общеобразовательная школа номер 6. Почетное второе место и 30 тысяч тенге забрала общеобразовательная школа номер 13. Золото спартакиады – 50 тысяч тенге, а также возможность поехать на областные соревнования забрала школа-интернат номер 7.